Всем привет! Меня зовут Александр Кмельницкий, единственный центр подашь новостроя города Тюмени. И мы решили разнообразить наше видео. Не только видео, но и формат работы. В общем, у нас есть автобусные туры по новостройкам Тюмени. Если вы смотрите наше видео регулярно, вы знаете, мы о них постоянно говорим. В общем, больше мы не будем заказывать автобусы. Мы едем сейчас в Укорово, вот прям в пути. Покупать свой автобус! Так что записывайтесь, 55-55-15, спросите Александра Кмельницкого, и я за вами приеду на автобусе. Естественно, в этом видео будет момент того, как мы покупали эту машину. Как мы выбирали, мы не поснимали, но, если честно, то идея спонтанно пришла в голову, и мы решили это сделать. Так что, до следующих включений. Теперь камера у меня в руках. В Тюмени осень. У нас на трассе очень красиво. Не знаю, насколько телефон передаст всю эту красоту, но прям круто. Запись идет? Да. Запись на автобусный тур по номеру 55-55-15. Объяснить у нас на месте будет очень легко, у нас номера. Тур. Тур? Автобусный тур. Автобусный тур. Так, ну что, расскажи про автомобиль, который мы берем. Это потрясающий автомобиль, комфортный. Мы сейчас, кстати, в Укорово. Видите, какая деревня, это 150 километров от Тюмени. Вот такие поселки. Рекламу сейчас в машине делают. Какой красавец, да? Как тебе, Саша? А слушай, аккуратно, а машина хорошая. Всем добрый день. Меня зовут Александр Хмельницкий, единый центр продаж новостроя города Тюмени. И вы спросите, почему нас так долго не было в эфире? А все потому, что мы вот в этом потрясающем отделе продаж. Это наша газель, мы ее, кстати, купили. Видео с покупкой, я думаю, мы тоже сейчас выложим. Мы продавали вот этот замечательный жилой комплекс, который называется Малевич. У нас сейчас освободилось немножко времени и есть время рассказать. Пойдемте, я вам покажу. И мы с вами более подробно познакомимся с этим жилым комплексом. На самом деле он очень достоин внимания. Мы сейчас подошли к паспорту объекта. Здесь можно посмотреть на рендере фасад здания и вообще внешний вид жилого комплекса. Этот трехсекционный дом соединен общими нежилыми помещениями и подземным паркингом. От 20 до 23 этажей с мокрым фасадом, большой площадью остекления и паркингом еще там во дворе. Вот на самом деле, пойдемте, изнутри покажу. Размер окон огромный. Это здесь он маленький. А, кстати, где находится жилой комплекс? Жилой комплекс находится в районе улицы Ватутина. Это у нас проезд Шаимский. Это улица Ватутина. Вот там улица Дружбы. Ну и естественно, район этот очень развит. Школы, садики, все это в шаговой доступности. Пожалуйста, гипермаркет Лента. Вообще тут буквально километра до него. Рынок Северный рядышком. 81-я школа, 172-й детский сад. Потрясающее учреждение. Поликлиника тоже здесь. Даже рынки. Рынки даже есть. Ну что ж, вот мы заходим на объект. Уже видим, что стройка идет вообще полным ходом. Отливается монолит. Выкладываются наружные стены. Естественно, к облицовке в садах еще никто не приступал. И даже перегородок, если честно, нет. Ну и общий вид стройки. Вы сейчас наблюдаете. Как видите, стройка полным ходом. Прямо сзади меня еще сейчас будет строиться паркинг. Он пойдет до уровня высоты нежилых помещений. И детские площадки будут на крыше паркинга. Ну то есть, вниз заехали машины. Они на детские площадки никак не попадают. Детки играют сверху. Это безопасно. Вот. Что еще хочу сказать. Мы сейчас постараемся подняться сюда на третий этаж. И посмотреть объем помещений. И количество солнечного света, попадающего через эти огромные оконные проемы. А еще посмотрим с вами подземный паркинг. Кстати, тут отличные условия приобретения в этом жилом комплексе. Ко многим квартирам уйдет парковочное место в подарок. А к некоторым даже два. Но более подробно это можно будет посмотреть на нашем сайте. Мы ссылку обязательно сейчас снизу прикрепим. В общем, там можно ознакомиться и с планировками. А их тут очень много. И с условиями приобретения. А теперь блок для инвесторов. Мы знаем про инвестиции в недвижимость в Тюмени все. Вот приведу простой пример. Год назад плюс-минус в это же время. Мы покупали с клиентом двухкомнатную квартиру в Тюменской Слободе за 4 миллиона 200 тысяч рублей. Буквально на прошлой неделе помогли продать эту же квартиру уже за 5,550. То есть вдумайтесь в эти цифры. Прирост 1 миллион 300 с 4 миллионов вложений за год вам ни одна инвестиционная компания не даст. Ни один банк не даст. Либо это будут огромные риски. Так что звоните нам. Недвижимость. Твердая валюта. Вот это вот улица Ватутина. И прямо отсюда идет въезд в паркинг подземный. Сейчас мы спустимся и посмотрим на подземный паркинг. Тарковочные места помимо того, что есть одинарные, просто обычные места. Есть еще и семейные места, где машины становятся друг за другом. Кстати, помимо паркинга здесь есть еще и кладовки. В паркинге, естественно, можно спуститься на лифте прямо из своего подъезда, прямо со своего этажа. То есть на улицу выходить не надо. Сейчас мы зашли в квартиру. И как я уже снаружи говорил, размер окон тут действительно огромный. Посмотрите на размер окна. Невероятный размер на самом деле. Для, в принципе, это обычной комнаты. Сейчас мы еще вставим видео с квадрокоптера. И можете посмотреть те виды, которые открываются с верхних этажей. Здесь на самом деле виды стоят многого. Переходить в конструктивную здание, то это, в принципе, уже ставшая классической для Тюмени монолитно-каркасная технология. Сзади меня монолитный пилон. Дальше идет заполнение керамзитоблоком. Снаружи утепление идет минплитой. И технология мокрый фасад. Внутри все перегородки также выполнены из керамзитоблока разной толщины. Толщина 200 мм для межквартирных перегородок. И толщина 100 мм для внутриквартирных перегородок. Сейчас мы заходим в студию площадью 31 м2. Она на самом деле очень интересная. Стоит 3 млн 63 тыс. рублей. И чем она мне нравится? Во-первых, это огромный коридор, в который отлично размещается практически гардеробная. Здесь разместятся все вещи. Зимние, летние. Отличный санузел. Он просто очень эргономичный. Практически квадратный. Стандартная ванна 1,70 м сюда влазит легко. И в чем еще особенность? Это два окна в студии. В принципе, ее можно зонировать. То есть, вот мы видим здесь пилон. От этого пилона можно отталкиваться. И разделить квартиру на кухонную зону и зону проживания. В принципе, это практически дополноценная однушка. Ну и площадь остекления, конечно, здесь поражает. Очень-очень светлая студия. Кстати, я совсем забыл сказать, что это эксклюзивное видео. Нас вообще первых пустили на эту стройку. И я не могу не показать вот эту двухкомнатную квартиру. При этом площадью 53 метра квадратных и стоимостью 4,690. Что мы видим? Здесь большой санузел. Опять же, правильные формы. Все встает. Ванна, раковина, унитаз, стиральная машинка. Все встает. Две комнаты. Смотрите, тоже правильная форма. Они практически квадратные. Здорово на самом деле. И кухня-гостиная. Я уже не говорю про площадь остекления. Я потому что уже про все говорил. И кухня-гостиная, которую можно легко зонировать. И функционал по трешке получаем. Кстати, к двухкомнатным квартирам не ко всем. Но идет паркинг в подарок. А к трехкомнатным идет два парковочных места в подарок. Так что успевайте звонить и сейчас. Такие бонусы бывают очень редко. Клиенты, которые у нас уже были на стройке, просили трехкомнатные квартиры снять. Их еще не было. Вот только-только возвели. Специально для вас. Вход в трехкомнатную квартиру. Площадь порядка 76 метров квадратных. Здесь место под установку шкафа-купе. Здесь кухня. В кухне есть лоджия. Вот вы ее видите как раз просто. Смотрите площадь остекления. Это просто невероятно. У меня язык аж заплетается. И это всего лишь третий этаж. Представляете, что будет на высоких? Вот, кстати, детский сад. Вот там школа. Все близко. Даже пожарная часть. После кухни-гостиной идут три комнаты. Комната раз. С двумя окнами. Комната два. Сейчас покажу. У нее очень интересная планировка. Она подвергается зонированию. И опять же два окна в комнате. Место под шкаф. Пожалуйста. Под рабочую зону. Пожалуйста. Под спальное место. Тоже пожалуйста. И комната номер три. Всем места хватит. Ну и естественно про санузел не стоит забывать. Он здесь большой, вытянутый. Хватит места для всего вообще. Зайти не могу. Здесь еще инструмент стоит. Вот смотрите. Здесь трешка. 76 метров квадратных. На данный момент она стоит от 6 миллионов 340 тысяч рублей. Учтите, что еще два парковочных места в подарок. Для данной локации вообще в этом районе двушки столько стоит. Некоторые застройщики и однокомнатные квартиры продают плюс-минус эту цену. Так что это очень выгодно. Не забывайте. Два парковочных места. И вот эта часть видео специально для тех людей, кто ищет нежилые помещения. На данный момент в этом жилом комплексе огромный ассортимент различных нежилых помещений. От самых маленьких до вот таких огромных. По 250, по 280 метров квадратных. По конкретной стоимости нежилых помещений. Вы позвоните, там телефон будет указан. Мы обсудим помещение и уже сформируем ценовое предложение. Помещений нежилых очень много. Ссылка в описании. Там планировки есть, цены есть. Звоните. Покажу. По каждому помещению с вами проговорим отдельно. Ну и естественно, когда вы позвоните на номер телефона, который там указан в описании, я лично к вам приеду. Все покажу, все расскажу. Выберем для вас и нежилое помещение, и квартиру. Даже паркинг выберем. Другие наши клиенты при обращении к нам спрашивают, почему так дорого-то сейчас все? Давайте по-простому. Вот смотрите, вот эта арматура. Вот. Она стоила до пандемии 1040 за тонну. На данный момент около 90. Утеплитель, вот, утеплитель. А его очень много используется. Тоже в два раза подорожал. Где-то больше, где-то меньше. Кирпич, керамзитоблок, бетон. Все подорожало. И если вы хотите мое мнение, то снижение цены на саму стройку, то есть на жилье, его ожидать вообще не стоит. Многие из вас, я знаю, ждут. Ладно бы не покупали. Ну, нет спроса и нет спроса. Да, там застройщик бы где-то урезался, что-то еще делал. Но спрос огромный. Материалы сильно подорожали. И вообще нет поводов для снижения цен. Ну, правда. Все. У меня все, да? У меня все. Давайте подведем итог. В итоге на рынке очень много покупателей сейчас. И они формируют спрос. Вот не было бы этого спроса, ценник был чуть-чуть ниже. И то за счет маржинальности застройщика. А она на самом деле в этом бизнесе небольшая. Но там порядка 20%. Сейчас же все на проектном финансировании строят, в принципе, на заемные средства. То есть деньги на стройку, они есть. И застройщик, если не будет подавать это на вот таком этапе, он просто продаст это как готовое. Только еще дороже. Вот и все. Наверняка вы обращали внимание, подорожало все. Возьмите пример машины. Volkswagen Polo в нормальной комплектации от полутора до миллион восемьсот стоит. Куда это Polo? Так что не стоит ждать снижения стоимости на квартиры. Жилье дорожает и будет дорожать. Ну, это мое мнение. Я на рынке давно и сформировал для себя вот такое мнение. Итак, если вы смотрите это видео, то вы наверняка знаете, кто мы и чем мы занимаемся. Но для людей, которые попали на наш канал вообще впервые, я расскажу отдельно. Мы единый центр продаж новостроек. Что мы делаем? Мы продаем новостройки по всей Тюмени. Мы знаем вообще про новостройки по Тюмени все. Что мы делаем? Мы бесплатно, вот что мы делаем бесплатно. Подберем вам варианты квартир. Проконсультируем с юридической точки зрения, с точки зрения приобретения. Подберем лучшие варианты по ипотеке. Расскажем то, что они рассказывают застройщики. И действительно выберем для вас самый лучший вариант. Вот все, что касается у нас новостроек, это все бесплатно. Встретим, отвезем, привезем, ипотеку сделаем, кофе напоим. Даже ключи поможем получить. В общем, звоните 55 55 15. Переходите по ссылкам в описании. Звоните, не стесняйтесь. Мы всегда на связи и всегда рады вас слышать. Ну что, подведем итог. Это был мини-обзор жилого комплекса Малевич, который находится в районе улицы Ватутина. Более подробную информацию, естественно, можно будет узнать на нашем показе. Записывайтесь, переходите на сайт, звоните по телефону, записывайтесь. Спрашивайте Александра Хмельницкого. С удовольствием проведу вам презентацию и расскажу все более подробно. Всем пока!